привет друзья с вами зажигалочка в этом видео отправляемся смотреть юрмалу но не днем на пляже посмотрим что тут происходит поздно вечером привет друзья с вами зажигалочка я сегодня в юрмале остановка центре и за мной прямо за мной вы видите концертный холл центре где проходила новая волна и разные другие знаменитые концерты мы идем на набережную встречать закат солнца сегодня который здесь будет в 10 часов 18 минут тут красивый и очень большой пляж с начала мая до конца сентября вода теплая обычно середины июня до середины августа очень много народу часть пляжа заставлено шатрами или же камень у меня по юрмале сегодня мы приехали встречать закат солнца это первый день когда мы вообще выбрались в юрмалу но когда выехали из риги шел дождь мы взяли зонтики тем не менее вечер очень красивый и в 10-18 будет закат солнца а что ты ловишь миг ты ловишь мою майку я сегодня первый раз майка с моим каналом это канал на английском языке спарклэд а это мой канал на русском языке окей зажигалочка вот и и и и Дзинтари – это одна из центральных частей города Юрмала, расположенного рядом с Ригой. Дзинтари сложились как район престижных особняков для самых состоятельных дачников. После Второй мировой войны здесь также развернулось строительство крупных санаториев и домов отдыха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Привет, Лидия! Привет, друзья! Мы сегодня в Юрмале на Балтийском море. Приехали встречать закат. Погода очень хорошая. Ожидался дождь и даже немножко пролил, поэтому песок вот тут мокрый. Юрмала, она тянется на длине 50 километров от самой Риги и вперед по взморью. Вы можете пройти пешком аж 50 километров, если хотите. Тем не менее, на протяжении всего-всего-всего побережья здесь разные городишки Юрмалы или регионы Юрмалы, которые называются, да. Там Лилуп, Цинтеры мы сейчас находимся, там Дуболты, Вайвар, Риасари и другие, аж до Кемери. Кемери, правда, не рядом с морем. Поэтому люди гуляют везде, и я думаю, что многие из них ожидают красивейшего заката солнца. Сегодня вечером надеюсь, что вы встретите его с нами. Солнце очень красивое, и Лидия очень красивая тоже. Солнце очень красивое, и Лидия очень красивая. До 1922 года дзинтери назывались Эдинбург. Такое название было дано в связи с женитьбой дочери российского императора Александра II Марии Александровны, регулярно отдыхавшей на Рижском взморье с представителем британского королевского дома герцогом Эдинбургом. В 1922 году название Эдинбург было заменено на дзинтери, что по-латышски означает «янтарь». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Зинтери Зинтери В 1897 году в дзинтерах была построена театральная сцена, где регулярно выступали труппы и оркестр эстрадных театров не только из Риги, но и из Петербургского Марьинского театра и Варшавской филармонии. Эдинбургский концертный сад был больше ориентирован на вечера танцевальной музыки, оперетте и варьете, однако в 1910 году его руководство наняло из Берлина оркестры 70 человек, а в 1911 создало собственный симфонический оркестр. Зинтер Зинтер В советское время пристроили летний концертный зал с отличной акустикой примерно на 2000 мест. В концертном зале под открытым небом проходят фестивали джазовой и классической музыки, фестивали балета, комедийные шоу. Среди прочего конкурс молодых исполнителей «Новая волна» и фестивали классической музыки «Саммертайм». Стали Ветер Субтитры создавал DimaTorzok В 1870-е годы, когда близлежащий майор быстро развивался как место торговли и развлечений, Дзинта реформировался как место жительства богатых рижан и приезжих русских аристократов с роскошными зданиями. В начале революции 1905 года, после освобождения из-под стражи, русский писатель Максим Горький отдыхал в пансионе на проспекте Дзинтеру 39, а в 1914-15 годах в санатории Максимовича на проспекте Дзинтеру 11 лечился русский поэт-символист Валерий Брюсов. До войны, во время Первой Латвийской республики, Дзинтери были частью города Риги, как Юрмальский микрорайон. С 1959 года Дзинтери стали частью города Юрмала. Я иду по главной улице Юрмалы, которая называется Юмос, и тут до сих пор еще много народа, несмотря на то, что уже почти полночь. Многие люди ужинают, даже некоторые магазинчики работают, что меня, в общем-то, удивило. Как вы видите, люди еще ездят на велосипедах, прогуливают своих собак. Погода очень теплая, красивый вечер. Я все еще в Юрмале. Тут почти полночь, тем не менее. Люди еще гуляют, наслаждаются красивым тихим вечером. Ветра совсем нет. Некоторые даже купались в море сегодня вечером. Вода очень теплая. Город еще совсем не спит. Хотя народу становится меньше и меньше ближе к полночи. Я посещаю много мест, но видео делаю исключительно про то, где получаю эмоции, и мне хочется передать эти эмоции вам. Поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Когда закончите смотреть мое видео, встаньте и пойдите на прогулку. И не важно, сколько у вас времени, подышите свежим воздухом и будьте здоровы. Ваша зажигалочка.